Всем привет! Сегодня смотрим с вами на интересный нож от компании CVV Knives Ну и собственно нужно понимать, что компания CVV это у нас очень близкая компания к V-Knife То есть производится данный нож на мощностях компании V-Knife, которую я очень надеюсь, что вы хорошо знаете Да, это китайская компания, но она производит такие премиальные ножи И в данном случае для CVV ножа был приглашен дизайнер из США Это Эрик Окс Вот, коллекционирование и работа с ножами были для Эрика единственным занятием Так как он занимался пешим туризмом, рыбалкой, охотой, альпинизмом, рафтингом Короче говоря, увлекался человек горами и всяким таким экстримом Вот, кроме этого он работал столером и строителем, что также подразумевает активное использование ножей Из 2011 года создание кастомов является основной работой Эрика Мастер известен сотрудничеством с компанией Серки Ти, для которой он разработал складные ножи Модели Террес Триал, как это так называется, и Ларго Так вот, компания CVV Knife является дочерним предприятием компании V Knife Вот, хорошо известной, на мой взгляд, оценителем качественных ножей во всем мире Потому что V Knife производит ножи премиального сегмента, сегмент mid-tech А в 2018 году было принято решение предложить потенциальным покупателям более доступные ножи по цене Но также качественные, функциональные Вот, и представили, в общем-то, компания V Knife представила линейку ножей, предметов, аксессуаров для DC Вот, свою, как бы, новую Вот, и для этой цели была основана компания CVV Knife То есть, короче говоря, это подразделение V Knife несколько более, ну, бюджетное, так скажем Бюджетное, оно, я так понимаю, прежде всего в плане, наверное, стали, да Да, и я, честно говоря, даже не знаю, в чем оно прям сильно бюджетное На самом деле, стоимость в данном CVV от, например, данного V Knife не сильно отличается Вот, и наиболее, наверное, отличается эта сталь То есть, у нас и там, и там G10 Здесь у нас G10 такое некрашенное Мне лично нравится такое некрашенное G10 Мы видим, что серьезное, достаточно, облегчение внутри рукояти применяются Хотя, вот здесь у нас вообще стали нет Получается, здесь у нас просто плашка G10 Здесь у нас все-таки некоторая такая стальная штучка есть Вот, плашечка, но это уже вопрос, как бы, решения дизайнера Тот, кто создал этот нож, как он решит, так уже, как бы, и будет Вот, к разработке ножей и предметов EDC приглашаются в CVV Knife В том числе, ну, и в V Knife, и в CVV Мировые дизайнеры Вот, конкретно в CV Knife заявляется, что был приглашен Боб Терзуола, Бен Петерсон Джастин Ланг Куист и Элайджа Ищем Я таких, честно говоря, дизайнеров не знаю Кроме Боба Терзуола и Бена Петерсона О котором я уже, в принципе, ну, как-то не первый раз, в общем-то, слышу И его ножи знаю И, кстати говоря, вот этот же, по-моему, нож у нас тоже от него, как раз-таки Его создателем Вот, в общем-то, дизайнер здесь у нас получается из США Достаточно, все-таки, он интересный сам по себе То есть, его хобби, его, получается, увлечение Различным экстримом, горами и так далее Позволяет ему создавать ножи Не только там по внешнему виду интересные, но еще и практичные С точки зрения практичности Вот, мне понравилось то, что здесь у нас присутствует Некоторая такая вогнутость у спусков получается То есть, добавляющая агрессии реза Здесь у нас небольшой такой тоже изгиб Посмотрите, то есть, такая небольшая, как будто бы С-образная рекурва Но не совсем прям С-образная То есть, у нас немножко угол есть Получается довольно такой вот момент разрезающий Такой создающий определенное напряжение получается Но все же Вот, и, в принципе, нож помещается в мою среднюю привлечение ладони Хотя он компактный По эргономике все здесь отлично Ложится в руку замечательно Вообще никаких претензий нет Ничего здесь мешающего в ноже нет Очень часто вот какие-то вычурные формы Они зачастую и не самые удобные Они зачастую мешаются Клипса, в принципе, адекватная по жесткости Вот, может быть, можно было бы чуть-чуть выше по подъему Если мы бы посмотрели, например, на другие клипсы Ну, чуть-чуть, самую малость может быть Вот, и по глубине посадки можно было бы Но, опять-таки, это я уже придираюсь Темлящие отверстия присутствуют Клипса присутствует Переставить клипсу на другую сторону, как мы видим Должно бы получиться у нас То есть, по идее, для левши никаких проблем Быть здесь не должно Вот, некрашенный G10 Мне нравится Почему все этот G10 красят Вот такой внешний вид, на мой взгляд, очень даже хорошо Вопрос в плане практичности Но, я думаю, почистите Если прям чем-то засориться Вот, все края сглажены Все аккуратненько Насечка адекватная То есть, не самая злая Карман протирать до дыр, по крайней мере, не будет Что тоже хорошо Сталь здесь применяется Сталь Nitro V Твердостью 59, 61 единица По шкале Rockwell Я, честно говоря, сильно эту сталь не знаю Лично с ней, ну, так скажем Вот-вот только здесь сейчас познакомился Поэтому сказать о ней что-то прям Много чего хорошего или плохого не могу Вот, но, в общем-то, то, что эта сталь у нас нержавеющая То, что она закалена до достаточно высоких показателей На мой взгляд, это уже неплохо По сведению, кстати говоря, очень круто 0,2 сведен нож, кое-где я намерил 0,3 Но это прям вот, по-моему, только вот возле самого кончика, что ли То есть, ну, по большей части это у нас 0,2 В сочетании с выгнутыми спусками, безусловно, это дает довольно агрессивный рез И обух здесь вполне адекватный, 3 мм То есть, они не стали делать какой-то там сверхтолстый обух Обух, что тоже очень даже хорошо По весу получается 76 грамм Опять-таки, вес низкий И даже, опять-таки, меньше, чем, например, вот этот самый ножичек Вот, у которого, с одной стороны, у нас полностью G10 без стального лайнера Но все равно, цивили получился даже полегче на несколько грамм Что положительно при каком-то летнем ночении Ну и вообще, в принципе, для тех, кто хочет такое что-то себе легкое Не обременительное, но резучее Вот, в осевом узле применяются керамические подшипники Честно говоря, вообще, тут вопрос сказать На чем тут сэкономили? То есть, сразу возникает вопрос То есть, у нас клинк четко по центру Замок заходит на начало пятой клинка На чем здесь экономили? G10 на стали, может быть, не трави Прям подешевле Но вот как-то, знаете, нет такого ощущения Что на ножах хоть где-то сэкономили Весьма сложные формы, красивые формы И подшипники в осевом, керамические Клипса, кстати говоря, титановая Клипса-то даже еще и из титана Вот что вам не сказал сразу Вот, то есть, как бы, на чем вы, ребята, здесь экономили? Как бы возникает вот такой вот вопрос Кстати говоря, усилие настрагивания здесь специально не выверено То есть, вы можете нажать вполне слегка Как бы и не дооткрыть нож То есть, как бы, ну, в этом смысле Инерционно он тоже Ну, просто он довольно легкий, получается, сам по себе Не сказать, что он предназначен для инерционного раскрытия Но, в принципе, возможно Кстати говоря, по поводу того Непонятно, на чем здесь сэкономили Это еще и то, что у нас довольно хорошая комплектация То есть, у нас идет вот такой вот чехольчик В котором там всякие наклеечки Всякие салфеточки Всякие вот такие вот штучки какие-то Представляете? Это же все вот идет в комплекте Вот к этому ножу Такой чехольчик Это все идет в такой вот коробочке И, честно говоря, то есть, опять-таки, возникает вопрос Даже вот тут у нас получается, смотрите Даже у нас здесь Made Beta, получается, да Как на V-Nife, получается, идет Хотя здесь CIVI Опять-таки, у нас указано То есть, даже вот здесь заморочились И что-то свое прописали То есть, как бы все на заказ сделали На чем здесь экономили? Честно говоря, вообще непонятно Нож симпатичный Нож практичный Мне нравится Вот, если говорить по габаритам Вот что У нас он небольшой То есть, Enduro будет прям значительно больше Значительно крупнее Вот, если мы посмотрим на какой-нибудь Вот такой вот Шакуров Он тоже будет прям покрупнее По-своему интересен Нож своим замком, прежде всего Вот, MKM наш Ну, тоже В принципе, тут почти все будет покрупнее Получается, если мы посмотрим Давайте UltraTech покажу Вот, раз уже он есть тут в кадре Вот такие вот Разница в габаритах получается Что еще показать? Ну, здесь у нас показывал уже Давайте еще разок То есть, в принципе, вот-вот-вот-вот-вот-вот Кстати, тоже вот мне очень понравился ножичек На самом деле, V-Knife прям молодцы Когда они делали какой-то суперкосмический дизайн Мне он нравился Но я как бы не видел ему практичного применения То есть, до этого у меня были V-Knife Вот прям из космоса, в общем-то Из... Прилетевшие с Марса Вот, то сейчас как бы то, что я вижу У компании V-Knife Это то, что, ну, вполне себе Носимо На ежедневной основе И, в общем-то, никаких минусов я здесь Так вот, объективно говоря, не вижу Ну, можете назвать Но, как бы, вот габариты, да Но габариты, вы сразу понимаете Это для тех, кому нужен покомпактней нож Есть модели побольше Если нужны Впечатления прям положительные То есть, введен тоненько Обух адекватный Вес Все по качеству, по всему Все очень даже Очень даже добротно И, честно говоря, напишите здесь Какой-нибудь другой логотип Да, там, поставьте логотип Там, спайдерка, бенчмэр и так далее Там, ну, кого угодно, грубо говоря В заратолеранс Я вполне охотно поверю Вообще Без каких-либо проблем Вот Как-то так Впечатление положительное Ссылочка на официального дилера Будет в описании к видеоролику Большое спасибо всем Кто поддерживает своими лайками Всем огромной удачи Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok